Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Россию и Турцию в следующем году свяжут круизные сообщения. Об этом договорились мэр Сочи и его коллеги из соседнего государства. Не готовы к холодам, рискуете лицензии. У 11 управляющих компаний тепловая инспекция выявила нарушения при подготовке домов к зиме. Сильнейшие дзюдоисты собрались в Сочи. Они борются за призы открытого краевого турнира памяти Нагуляна. Россию и Турцию в следующем году свяжут круизные сообщения. Об этом договорились мэр Сочи и его коллеги из соседнего государства. Встреча проходила в рамках международного делового форума. Он завершился на российском курорте накануне. О международном круизном сообщении по Черному морю говорили давно и как раз на этом форуме мэры заинтересованных городов должны были подписать договор о сотрудничестве. Во время двусторонних обсуждений оказалось, что политики договорились, а вот бизнес, который в принципе и будет осуществлять эти круизные перевозки, не в полной мере нашел между собой точки соприкосновения. Во-первых, необходимо определить, какие компании будут осуществлять те самые перевозки. Не в полной мере оказалась проработана и досуговая программа туристов. К примеру, что сочинцам, которые поют в Турцию, будут показывать, какие портовые города готовы к приему гостей из России, кто их будет там встречать, сопровождать, кто обеспечивает безопасность, где будут кормить и так далее. Мы создали сейчас две рабочие группы. Одна рабочая группа – это рабочая группа туроператоров Сочи, России, Турции, Болгарии. Скорее всего, к нам подключатся еще и туроператоры Грузии. И вторая рабочая группа, которая должна появиться – это рабочая группа руководителей морских портов. И договорились мы о том, что встречу, как только будут готовы выводы рабочих групп, мы проведем в Стамбуле. Эта встреча запланирована на начало следующего года. Если все пойдет так, как договорились мэрии про черноморских городов, то уже летом первые туристы смогут приобрести на круиз-билеты. Но круизные перевозки – это игра не в одни ворота. Турецкие туристы в Сочи тоже будут приезжать. «Этот вопрос уже обсуждался с турецкими туроператорами. Интерес со стороны жителей моего государства в Сочи есть. Курорт известный. Олимпийские объекты, туристический комплекс, Красная Поляна, лечебные источники – все это интересует жителей Турции. И хочу подчеркнуть, что и Турция – интересная страна для жителей России. Наши древние города, тот же Шоппинг, сейчас достраивается новый порт в Стамбуле. Это будет ультрасовременный торгово-деловой комплекс. Одним словом, круиз мы прорабатываем так, чтобы это было выгодно и интересно всем сторонам». Еще осталось добавить, что в следующем году откроются круизные сообщения между Сочи и Стамбулом. Как отметили на встрече, нужно начать с малого, посмотреть в деле проект, сделать выводы, а потом уже переходить к полноценному круизу между всеми туристическими центрами Черного моря. Гелена Овсецна, телекомпания «ФКТ». Сочинские врачи, студенты и школьники будут обучаться в Японии. Между Нагатой и Сочи налажен образовательный и туристический обмен. Курорт также заинтересован перенять опыт в сфере безопасной переработки мусора. О том, как сотрудничество между главами Японии и России переросло в дружбу между мэрами их любимых городов, в материале Татьяны Говорковой. Знаменитая баковская токата и фугаре минор – пожалуй, то музыкальное произведение, которое сразу говорит об органе. Этот инструмент в Японии любят, и несколько известных органистов приезжали в Сочи на фестиваль органной музыки. В этом году услышать своих соотечественников японцам не удалось. Для них сыграл белгородский музыкант Тимур Халиуллин. Знакомство с культурой – один из важных аспектов визите представителей страны восходящего солнца. Сотрудничество Сочи и Нагата началось после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синзо Абе. Сначала в декабре прошлого года Нагата посетила Сочинская делегация. Тогда было заключено соглашение о намерении побратимства. Через год знакомиться с достопримечательностями курорта и закрепить дружественные отношения приехала японская делегация. В знак дружбы мэры городов посадили японский клён в саду русско-японской дружбы, а после скрепили побратимство подписями. Соглашение о сотрудничестве означает проведение совместных мероприятий во многих сферах деятельности. Мы будем обмениваться туристическими группами, мы в обязательном порядке будем обмениваться студенческими группами. Мы говорили о том, что это будут обменные группы врачей, и врачи Сочи в обязательном порядке изучат всё то, что уже достигнуто в Японии. А я хочу сказать, то, что для нас сегодня является не традиционной медициной, в Японии это является традиционной и очень успешной. Сочи, в свою очередь, поделится опытом работы санаторно-курортного комплекса, в частности, в бальнеологии. Хотя в этом плане у Японии тоже есть чему поучиться. Японский бальнеологический курорт на термальных источниках называется Инсен. Несмотря на то, что их великое множество – около двух тысяч, каждый не похож на другой по составу минералов и газов, а также формой подачи. Бывают пенистые ванны, массажные, водопады, а также ванны под открытым небом. Причем в Японии постоянно открываются новые бальнеологические курорты. Вот только источники в Японии водородные, а у нас сероводородные. И чудодейственные свойства огненной воды, а также вкус минеральной, очень понравились гостям из Нагата. Главное, что лечат здесь те же виды заболеваний, что и на термальных источниках. А значит, теперь можно формировать туристические группы. В Сочи и Нагата стали городами-побратимами. В плане бальнеолечения лечебные курсы Мацесты и Тавараяма Ансен будут включены в программу обмена. Очень важно, чтобы обмен проходил на уровне обычных граждан. Мы были бы рады отправлять наших туристов сюда и наоборот, чтобы и Сочи приезжали в Нагата. Очень популярны среди туристов и японские горнолыжные курорты. Их более 500. В Нагата есть море и горы, но горнолыжного курорта нет. Поэтому делегация была в восторге от краснополянских склонов. Горы в Сочи – прекрасные, невероятные виды, красота. Я сюда обязательно вернусь. Соглашением предусмотрено и создание условий для взаимодействия образовательных учреждений. Это касается и обмена студентами. Перспективы с японской делегацией обсудил и председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов. У нас очень много общего. И самое главное, самое важное, которое было заложено еще там, это о том, чтобы эту дружбу перенесли в следующее поколение. Это участие школьников во всех событийных мероприятиях, во встречах. Их поразила нашу японскую делегацию, наших друзей, как встречали наши школьники. Это для них было открытие о том, что мы такие же открытые, мы такие же гостеприимные люди, так же, как и они считают себя. Также Сочи и Нагата займутся общим благоустройством городов. Наш город заинтересован перенять опыт в сфере безопасной переработки мусора. В Японии уже 10 лет, как внедрена практика раздельного сбора отходов, Нагата использует уникальные технологии. Мусор практически полностью подается вторичному использованию. Подобная система в скором времени будет опробована и в Сочи. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Дмитрий Говорков и Михаил Дубинин. Телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Сочи вошел в топ-10 городов по популярности у пожилых туристов. В сервис твил.ру опубликовал данный анализ за продаж билетов и путевок на туристические направления и города России, популярные у клиентов в возрасте от 60 лет. Помимо Сочи в первую десятку вошли Ярославль, Владимир, Кострома, Пятигорск, Кисловодск, Ейск, Ялта, а также подмосковные Сергеев Посад и Коломна. По данным экспертов сервиса, туристы на пенсии ездят на 2-3 дня в экскурсионные туры и на 10-14 дней на курорты. Ко дню пожилого человека в Сочи запустили горячую линию. С 1 по 5 октября горожане смогут получить консультацию по поводу качества товаров, медицинских или финансовых услуг и услуг связи. Ну и к другим новостям. 25 лет с момента основания крупнейшего банка Краснодарского края. Кубанькредит отметил свой юбилей. За четверть века компании удалось нарастить собственный кредитный портфель до 60,5 миллиардов рублей. Все это время банк активно вкладывается в развитие региональной экономики, отметил губернатор Внямин Кондратьев. Он лично приехал поздравить сотрудников организации и наградил их почетными грамотами. Кубанькредит не раз реанимировал предприятия, которые практически уже перестали работать. Они были даже не в предбанкротном состоянии, а в банкротном. Помогая спасти предприятие ценой собственного риска, любое, предбанкротное или банкротное, вы спасаете людей, которые на нем работали или работают. Вы не просто живете в нашем крае, вы вкладываете и в развитие экономики региона собственным трудом, и в жизнь обычных и простых людей. И эта социальная ориентация банка заслуживает тройного уважения и признания. В этом зале присутствуют все те, кто вложил в становление и развитие банка свой труд, свои знания, профессионализм, опыт, кто верил в нас. За эти годы банк из небольшой кредитной организации вырос в самый крупный банк Кубани. У нас работает 2500 человек. Конечно, 25 лет – это огромный срок, трудный, тяжелый, рос банк, вместе с тем росли мы, усовершенствовались, крепчали. А сейчас в банке работают настоящие профессионалы. 75% кредитов банк выдает на развитие малого и среднего бизнеса. Кроме коммерческой деятельности, компания активно занимается социальными проектами и помогает двум детским домам. Деньги есть, а результата нет. Губернатор Краснодарского окрая остался недоволен темпами освоения бюджетных средств. 238 миллиардов рублей зарезервировано в казне под различные проекты. В работу на сегодняшний день направлено 64% от этой суммы. Остальные деньги продолжают лежать на краевых счетах. Венемин Кондратьев предупредил, если запланированные объекты не успеют сдать вовремя, последуют кадровые решения. У меня вопрос и к руководителям краевым, ну и конечно к муниципальным. В начале года вы все заявки подали вовремя, средства вам зарезервировали, они весь год в бюджете пролежали. Коллеги, десятки миллиардов, десятки миллиардов просто так находились на счетах бюджета. И никуда не выделялись, в том числе и на строительную отрасль, на долгожданные школы, детские сады, спортивные объекты. Вы или приоритеты не умеете расставлять, или изначально заявляете то, что вам не под силу, или как управленцам достаточно слабым, либо вашим командам тоже слабым. Тогда вывод напрашивается сам. Или команды меняете, коллеги. Либо сами для себя дайте честный ответ, почему. Во время краевого планерного совещания на связь с губернатором вышли главы районов, где затягивается строительство малобюджетных спортивных залов. В Белоглинском и Абширонском районах пообещали все работы закончить в декабре этого года. Завершился второй этап подготовки Сочи к осенне-зимнему периоду. Не все управляющие компании серьезно относятся к получению паспорта готовности домов. Но и сегодня тех, кто попал в черный список, пригласили в мэрию. Комиссия провела проверку готовности жилых домов и объектов в социальной сфере. Школы, детские сады, больницы и поликлиники подготовлены на 99% к осенне-зимнему сезону. Акты готовности сданы комиссии. Что касается жилого фонда, то тут ситуация иная. Промывка и опрессовка отопительной системы домов во всех четырех районах Сочи закончена на 89%, а приемка тепловых узлов только на 39%. Все технические замечания были устранены. Остались замечания, в основном связанные с либо отсутствием, либо неработоспособностью приборов учета тепловой энергии. Основные претензии к управляющим компаниям, которые вовремя не подготовили дома. Тем не менее, плата жильцов за содержание берется постоянно. А время идет, сроки уже поджимают. К 15 ноября система отопления в многоэтажках должна быть идеальной, требует мэр Сочи. Мы вынуждены были сегодня уже разговор вести с этими управляющими компаниями с позиции того, что вы нарушаете закон. Мы видим, что некоторые управляющие компании вообще мошеннические действия совершают. И мы привлекли к этой работе уже и ОБЭП, ОВД города, для того, чтобы они провели полную проверку этих управляющих компаний, провели, сколько денег они собрали с населения и какие работы выполнены. Тепловая инспекция выявила нарушения у 11 управляющих компаний. Информация направлена в прокуратуру. Нерадивым управленцам грозят большие штрафы из-за нарушений лицензионного соглашения. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Мы единый фестиваль национальных культур под таким названием накануне прошел в Адлерском районе. Его подготовила 53-я школа. Столы ломятся от обилия угощений. Грузинский пиломуш, русские блины, японские суши, украинское сало, армянское долма. Все можно было не только посмотреть, но и, конечно, попробовать. Фестиваль национальных культур «Мы едины» объединил все классы 53-й Адлерской школы. Ни в коем случае не соревнуемся в том, какая национальность лучше, какая ярче или менее яркая. Мы пытаемся таким образом объединить, воспитать толерантность в детях, чтобы они изучили более подробно национальности и культуры разных народов. Каждый по выбору представил народы, проживающие в Сочи и на Кавказе. И не только. На стендах культура, быт, костюмы и кухня разных стран – Япония, Узбекистан, Турция, а еще российских регионов – Карелия или Чукотка. Ученики 6-го АВЭ сами шили костюмы, изучали чуждые сочинцам традиции. Мы очень долго готовились к этому фестивалю. Мы подготавливали танец, подготавливали разные блюда. Они едят и сырую рыбу, также они ее не жарят. Кита, оленину – ведь у нас это не принято. В подготовку большой этноярмарки были вовлечены все школьники, их родители, учителя. Взрослые готовили угощения, дети, песни и танцы. В 53-й школе учатся дети 50 национальностей. Всего же в Сочи проживают представители более сотни этносов. Как бабушка, я очень рада, что такие праздники проводятся, чтобы дети знали не только свою нацию, чтобы дети знали другие нации, народности, страны, мир, города. Ведь мы не можем себе позволить, допустим, поехать во все страны мира, а тут вроде бы как по пять минут побывал в каждой стране. Увлекательное культурное и гастрономическое путешествие по странам мира и регионам России – такой формат, говорят, в школе работает лучше, чем сотни уроков географии и кубановедения. Поэтому проведенный впервые фестиваль нацкультур уже точно решено сделать традиционным. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Олег Кононов, телекомпания ФКТ. Сильнейшие дзюдоисты в эти дни в Сочи борются за призы открытого краевого турнира памяти героя Советского Союза Мартироса Нагуляна. В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2005 и 2006 годов рождения. Всего около 300 человек. Турнир открытый, поэтому на ковер вышли не только сочинские борцы. Нам очень приятно, что на эти соревнования приехало достаточно много регионов. Это и Ставропольский край, и даже с Сахалина к нам приехали, с ДНР, Донецкая Народная Республика, Абхазия, Республики Северного Кавказа. Открытый краевой турнир проводится в 31-й раз. Это соревнования с давними традициями. Впервые турнир был проведен еще в советское время. Ну а проходит он в память о сочинце, герое Советского Союза Мартиросе Нагуляне. В годы Великой Отечественной он совершил 113 боевых вылетов на штурмовку войск и укреплений противника. Сбил два вражеских самолета. Погиб в апреле 45-го при выполнении боевого задания. Поэтому турнир проводится с целью не только выявить сильнейших в спортивном плане, но и патриотического воспитания. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...